Привет-привет! С вами Полина Слепакова и в эфире Европа Плюс ТВ Мэйден Ру. Полчаса лучших видео ваших любимых российских исполнителей. Вы готовы смотреть во все глаза? Тогда начинаем! Без чего нельзя прожить? Без воздуха, воды и пищи? Без любимого человека? Без противоречий? Вот, например, Ханна сначала заявляет, без тебя я не могу, а потом, без сожаления, сжигает все мосты. Говорю же, без противоречий никуда. Никто не будет вечно с тобой, кроме меня. Иногда меня просто удивляет, как сильно может не совпадать внутреннее самоощущение и внешний образ. Вот смотришь на человека и думаешь, все у него есть, а потом слушаешь песни и понимаешь, кое-чего маловато. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Научный факт. Под хорошую музыку цветы растут лучше. А теперь прошу вас обратить внимание, каким огромным вырос фикус в клипе группы Пицца. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет. Без тебя жизни нет. Жизни нет. Друзья, сегодня у меня в гостях музыканты, чья практически каждая новая песня мгновенно превращается в хит. Группа «Градусы». Привет, ребят. Привет. Сразу первый вопрос. В вашей жизни был такой период, когда вы, грубо говоря, расстались, и группа чуть ли не полтора года ничего не выпускала, но потом вы вновь соединились и выпустили мини-альбом. Скажите, когда от вас ждать большую пластинку? Скоро. Скоро. Да, да, да. Осенью. Зимой. Мы так целенаправленно никогда не собираемся и не пишем альбом. Вот мы сейчас сели и за месяц накатали альбом. Это у нас такой процесс длительный. Если по музыке мы можем как-то поработать, то тексты – это вещь такая интимная. Пишем мы их долго. Вот сейчас накопится материал и выпустим альбом. Но уже близко. Все-таки к этому перерыву как-нибудь это сказалось на вашем творчестве? С одной стороны, в лучшую сторону. С другой стороны, не в лучшую сторону. Ну, с другой стороны, мы немножко отдохнули, пересмотрели какие-то музыкальные свои предпочтения. Чуть-чуть подготовились, набрались опыта. И концертная жизнь у нас как-то посильнее стала. Так что он только на пользу. Отдых он всегда на пользу. Вопрос к тебе, Руслан. Есть такой слушок, что твой сын также участвует. Немножечко уже начинает участвовать в творчестве группы «Градус». Скажи, в каком треке это возможно услышать? Вообще, как это происходило? Например, в «Градус 100», по-моему, в треке. Он просто подбегает и там иногда кое-что вонзает в своей колокольне. А я это адаптирую и получается то, что получается. А вот вообще ваши дети… Багиатус иногда. Фигачу, да, почти. А вообще ваши дети слушают ваши песни? Слушают, но слушают. Фанаты или просто… А, ну папа, что-то… Ну, наизусть знает некоторые песни, значит, нормально. А жены? Что-то слушают, что-то не слушают. Наверное, первые критики, наверное, они скорее. Можете тогда представить свою видеоработу нашим телезрителям? Друзья, наше видеоработа – это клип на песню «Хочется». Клип, который мы снимали в Киеве. Колоссовский сделал клип, сделал колоссально. Команде спасибо. Процесс происходил очень радужно, замечательно и с хорошими вдохновляющими на творчество людьми. И то, что получилось, вы прямо сейчас увидите. Это действительно так. По традиции, ребята, расскажите про съемки клипа, про какие-нибудь казусные ситуации. Может быть, правда, что-то серьезное, смешное, интересное произошло. В принципе, сам клип достаточно интересный и смешной. По чесноку я редко помню, чтобы в клипах что-то происходило такое смешное и какое-то не такое. Клип – это такая рутинная, в принципе, в основном работа. Сидишь, ждешь, пока поставили оборудование, переставили. Сделал 15 дублей, сидишь, ждешь. Не, ну, ребята были все прикольные, такое настроение было хорошее. Потом декорации, наверное, самое большое количество декораций построено именно среди наших клипов. Это самый такой многоуровневый получился клип. Опять же, масса костюмов. Вошло туда, наверное, половину от того, что было придумано. Конфу и… Я только Дарт Вейдер, а Азерджиско запомнил, да. Роман был конфуистом. Не, ну мы поражали там нехило, особенно на Азерджиско Руслановом. Азербайджанское диско мы называем так. Вот. Команда гримеров и стилистов, которая с нами там ухаживала, сказано так, за нами, были такие импозантные все. Знали свое дело. Да, и все время обсуждали других артистов при нас. Я могу предположить, что они говорят, когда мы уходим с площадки другим артистам. А вообще, кому пришла такая идея снимать такой многоплановый клип, что каждый раз новый персонаж? Почему именно такая идея? Предложил режиссер Колосовский. Нам порядка трех идей было предложено, из которых мы выбрали, собственно, ту, на которую сняли, да. А другие какие были? Мы их даже не помним, значит, не о чем будем разговаривать. У вас, в принципе, в ваших песнях такая проскальзывает тематика некой несчастной любви. Хотя вы оба женаты. Скажите, ваши жены никак не комментируют эту ситуацию, что откуда у вас такие берутся? Ну, моя комментирует женщина, она мне говорит, ты уже спой о счастливой любви, что ты все несчастный. Уже чтобы мы бегали по морскому какому-то песку, гладкому белому. Бриз обдувал наши волоса там. Ну, что-нибудь такое уже. Что ты все время страдаешь? И как бы вот такая пока не получается счастливая песня. Слушай, ну, счастливые песни, они как-то, они менее цепляют, мне кажется. Это должно быть как-то прийти само собой. А так себе раз придумал какую-то трагедию, ее раскрутил, там, представил, и уже кого-то зацепило. Хотя у нас веселых песен много. Вот тут такое мнение, что о чем ты поешь, что у тебя в жизни и происходит. Брехня. Ну, если у человека есть фантазия, то он может взять ситуацию друга или то, что с тобой происходило когда-то, и придумать из нее песню. То есть, как тебя муза вдохновила, так ты и делаешь. Естественно. Посмотрел кино какое-нибудь слезливое, там, про собачку. Написал песню про женщину. И все. Ребята, расскажите про ваши дальнейшие планы. Что от вас можно ожидать в ближайшем будущем? Вот, на данный момент мы закончили уже съемки клипа, и скоро он выйдет на песню «Здорово, великолепно». Вот, кстати, песня «Здорово, великолепно». Все-таки есть, что-то позитивное. Да, никакой практической трагедии там нет, да. Все позитивно, практически море бриз и... Горячие головы. Да. Дальше выпускаем песни, записываем клипы, вот, готовимся к выходу альбома. Сделали новую концертную программу, сейчас уже она нам быстро надоедает. Сейчас делаем новую. Планы в громадье. А вот насчет уехать на остров, вы вообще как проводите в свободное время? К островам замечательно относимся, там пишется хорошо. Вот как Богдан Титомир, вы видите, он все время на острове, и он, видите, сколько написал за последние 20 лет. И вообще это все очень плодотворное время мы проводим с пользой. С женами, с детьми. А не бывают моменты, когда хочется побыть одному, отдаться не за свои мысли, возможно? Есть такие моменты на гастролях. Приезжаешь пораньше, заперешься в номере и предаешься своим мыслям. Или после концерта на гастролях тоже выдергиваешь момент, чтобы побыть одному и поразмыслить. Либо на студии тоже одному. Да, раз, попелся, вообще наслаждаешься, кайфуешь, никого нет, хорошо. Ребят, спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Ребята, мы вам удачи и ждем от вас иного клипа. Спасибо. А мы продолжаем. Как привлечь удачу? Все просто. Нужно быть дерзким и верить в себя. И, конечно, чувство юмора не помешает. В общем, смотрите мастер-класс от Сергея Лазарева. Если живешь на две страны и из-за концертов больше всего времени проводишь в самолетах, то стоит ли удивляться неверности подруги? Макс, я не прошу тебя поменять график, но просто бери девушку с собой. Так у нее точно не будет повода для измены. С тобой без тебя я не живу, и сам не понимаю, почему тебя люблю. И снова приходится расставаться, но совсем ненадолго. Повторы Made in Rue в эфире Европа плюс ТВ почти каждый день. Смотрите и не пропускайте. И заходите на наши странички в соцсетях. Там каждый день только самые актуальные новости из жизни наших с вами любимых исполнителей. С вами была Полина Слепакова. Скоро увидимся. Пока-пока.